Так тихо и мирно провел я целые годы, то сидя в моем укромном уголке, то посещая столицы Европы и изучая их исторические памятники. А в это время здесь, на Руси, все выдвигались вопросы, реформы шли за реформами, люди будто бы покидали свои обычные кривляния и шутки, брались за что-то всерьез. Я, признаюсь, ничего этого не ждал, ни во что не верил, и так, к стыду моему, не только не принял ни в чем ни малейшего участия, но был даже удивлен, заметив, что это уж не одни либеральные разговоры, а что в самом деле сделано много бесповоротного, над чем пошутить никакому шутнику неудобно. В это время старик, мой дядя, умер, и мои домашние обстоятельства потребовали моего возвращения в Россию. Я этому даже обрадовался, я почувствовал влечение, рот недуга, увидеть Россию обновленную, мыслящую и серьезно устроящую самое себя в долготу дней. Я приближался к Отечеству с душевным трепетом, как к купине, очищаемой божественным огнем, и переехал границу, крестясь и благословляясь. И чтоб вы думали, надолго ли вам не хватило этого торжественного заряда? Помогли ли мне, соотчичи, укрепить мою веру в то, что время шутовства, всяких юродств и кривляний здесь минуло навсегда, и что под веянием духа той свободы, о которой у нас не смели мечтать в мое время, теперь все образованные русские люди взялись за ум и серьезно тянут свою зимскую тягу, поощряя робких, защищая слабых, исправляя и выдушевляя помраченных и малодушных, и вообще свивая и скручивая наше растрепанное волокно в одну крепкую бичеву, чтоб сцепить ей воедину великую рознь нашу и дать ей окрепнуть в сознании силы и права? Да как бы не так.